Всем привет! Это Chiggy Dive Music School и сегодня у нас на обзоре цифровое фортепиано Grace CP200. Ни в коем случае не покупай его, пока не посмотришь данное видео и, конечно же, не поставишь лайк, колокольчик и напиши, пожалуйста, комментарий, что ты об этом во всем думаешь. Я очень старался, здесь несколько камер и я пятый раз это все переписываю, потому что сейчас в Питере плюс 27 и камеры выключаются через пять минут, потому что перегреваются. В любом случае я сейчас расскажу все плюсы и минусы данного агрегата, коим я владею уже полтора месяца. Итак, погнали! Во-первых, самое главное, это цена. Этот инструмент гораздо дешевле своих конкурентов, поэтому очень выигрышно смотрится на рынке цифровых фортепиано. Второе, это, конечно же, дизайн и потрясающий белый цвет. Всего там три цвета. Я вот выбрал себе квартиру, она у меня беленькая, вот такой вот окрас. Конечно же, все очень качественно, все кнопочки, а их очень мало, они находятся слева, а вот не здесь вот, знаете, как на сензаторах делают и ненароком что-то. Можешь здесь нажать, и у тебя включится там какая-нибудь самоиграйка, а ты играешь Шопена. В общем, это очень-очень опасно, когда у вас вот здесь вот есть впереди какие-то кнопки, вы на них можете случайно, действительно, в порыве и в агонии страсти нажать. Это может плохо закончиться. У меня два раза на одном концерте такая история была. Кроме фантастического дизайна и качественных материалов, которые все хочется трогать, они очень действительно приятные. У нас деревянный корпус, у нас есть целых три педали, что очень-очень необычно. Кроме педали сустейн, у нас есть левая педалька, которую звук делают в два раза тише. И он становится более таким бархатным, матовым. В общем, прикольным. Еще есть средняя педаль. Кое-музыканты пользуются, наверное, три раза за свою карьеру. Один раз в консерватории, другой раз где-то на концерте в современной музыке и третий раз, чтобы вот в таких видео показать, зачем она нужна. Да что ты, черт побери, такое несешь? Так вот, нужна она за тем, чтобы одна нотка у нас тянулась, например, которую мы взяли и нажали эту педальку, а остальные вы могли играть стакката. Или какой-нибудь аккорд, например. В принципе, в умелых руках этот прием и эта педалька — это еще один инструмент. Так что, пользуйтесь. И вот у вас есть действительно еще такая вот возможность на этом фортепиано. Замечательно. Поразительно. Гениально. Также это синтезатор. Его не нужно настраивать. В отличие от пианино, струны могут порваться. Это 5000 рублей настройка. Это все очень громоздкое, большое, невозможно пододвинуть, оно тяжелое. Здесь же у нас синтезатор. Даже хрупкая, красивая девушка сможет его сдвинуть и поставить туда, куда ей сегодня захотелось бы. Два разъема для наушников. У нас с вами есть наушники и два входа, что вообще очень классно. Почему? Потому что вы больше не будете мешать своим соседям, и все, что они будут слышать, это вот это. Только такой стук. Если вы будете очень громко играть, то да, будьте внимательны, что если вы не слышите, как вы фигачите ногой по педали, то это не значит, что ваши соседи не слышат, как вы отбиваете пяткой ритм. Так что будьте аккуратны. У меня тоже такой случай был, что я занимался в наушниках, но фигачил ногой правый ритм вот так вот. И, конечно, это все распространялось на моих соседей. Они ко мне пришли уже ближе к часу ночью, стучали, долго не могли дозвониться до 100 часов, потому что я был в наушниках, естественно. Так что будьте аккуратны и внимательны. Два разъема под наушники означают, что вы со своей девушкой ночью можете играть ей сиренады. А это очень классно. Вообще можно заниматься вдвоем. Учитель-ученик. Такая история тоже может быть. Можете никому не мешать, ни соседям, ни родственникам, которые устали после работы. В общем, наушники идут в подарок. Так, это классная фича. В принципе, логично. Конечно же, я не могу не отметить красоту звука. Сэмплы были записаны со стенвея, легендарного фортепиано, который стоит во всех самых крутых залах мира. И это действительно ощущается. Здесь у нас есть динамический отклик. Соответственно, у нас есть динамический отклик. Я могу нажимать клавишу очень тихо. Могу на фортисимо. Также этот динамический отклик может быть отключен. Сейчас, как бы я ни старался нажимать громко или тихо, громкость будет одна. Видите, я очень тихо нажимаю. Но звук от этого не меняется. Динамический отклик здесь только один. И мне этой чувствительности, если честно, ее универсальности не хватает. То есть, для популярной музыки, для джазовой, чтобы играть какие-то элементарные песни, эстрадную музыку, там, не знаю, какие-нибудь бардовские романсы. Мне кажется, что это идеально. Здесь у нас есть реверберация. Соответственно, мы можем как-то все это размочить дело и сделать более воздушным. Субтитры создавал DimaTorzok Также здесь есть еще эффект такого расстроенного фортепиано. Можно и ректаймы поиграть. Какая здесь еще есть фишка? Это очень много сэмплов, таких битов, которые здесь уже вшиты. Давайте его поменяем. Субтитры создавал DimaTorzok Также тут есть встроенные композиции, которые вы можете включить и уйти. Битов тут огромное количество. Есть и поп, и рок, метал, диско, фанк, дэнс, самбо, джаз, биг-бэнк, гавайи даже. В общем, чего здесь только нет. Пожалуйста, развлекайтесь. И вообще, мне кажется, можно классно тут позаниматься. Какая здесь еще есть фишка? Если я играю в нижнем регистре, то у меня звук идет из левого динамика. Если на верхнем регистре, то звук идет из верхнего динамика. Я такого давно нигде не видел. Мне кажется, прикольная история. Сначала я это не понимал, потом привык. Мне, в принципе, это нравится. Соответственно, то, что у вас играется посередине и звучит посередине. Соответственно, нотка до сейчас у меня звучит левее. Прикольная история. Это были плюсы, но какие же минусы я выявил? Во-первых, собрать это одному, тем более хрупкой девушке без шуруповерта, сложно. Поэтому, чтобы это все дело вам провернуть, нужно два мужчины, желательно покрепче, и шуруповерт. Нет регулировки громкости метронома. Также ты не понимаешь, какая скорость у метронома, какое количество ударов в минуту, потому что нет никакой индикации. Вы просто можете поставить метроном и сделать плюс-минус быстрее или медленнее. Нет регулировки чувствительности. Только без чувствительности и с одной чувствительностью. Мне бы хотелось несколько таких левелов, потому что джаз... Джаз играть прикольно, там попсу какую-нибудь. Сделать себе реверберацию и сыграть какую-нибудь новую классику вообще идеальную. Сделать себе реверберацию Ну и классика здесь хорошо звучит. Особенно с левой педалькой, если под химичи, то вообще замечательно. Для кого это фортепиано? Оно, мне кажется, для детей, для новичков, для начинающих, для любителей. Я думаю, что как только вы захотите чего-то большего, через годик-другой после покупки этого вы можете приобрести, продав его, что-то более серьезное и дорогое. Поэтому, конечно же, мой рекомендацион приобретайте. Если у вас начальный уровень, это прям фортепиано для вас. Оно очень красивое и действительно вы кайфанете от его использования. И, конечно же, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, понравился ли вам обзор, и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все самое интересное, учебники, ноты, лайфхаки именно там. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok